Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегета. И мы с вами продолжаем читать и комментировать Евангелие от Матфея. У нас сегодня 15 глава. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи. Это когда? Это имеется в виду, когда Спаситель переправился в землю Генесаретскую, там исцелял больных, и те, которые прикасались к одежде его, тотчас исцелялись. И это места Генесаретские, это западная сторона Генесаретского озера, или Галилейского моря, как его называли. И вот приходят в том числе иерусалимские книжники. Но почему? Они приходят совсем с другой целью. Не ради того, чтобы послушать, а они ходят, как некие наблюдатели, эксперты, для того, чтобы придраться. А придраться для того, чтобы осудить Спасителя. И вот, значит, в конце концов что-то опять нашли. И вот книжники и фарисеи иерусалимские говорят, зачем ученики твоей приступают к преданию старцев? Имеются в виду старцы толмудических, то есть не наши богодухновенные старцы, а старцы вот этого фарисейства, то есть их старшие учителя, которые, конечно, не имеют никакого отношения к нашему духоносному старчеству. И вот, значит, у них на первом месте именно такие щепетильные расписания и предписания. Значит, почему твои ученики приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Ну, речь на самом деле вовсе не о мерах гигиены, потому что если мы посмотрим, как у иудеев было принято омовение, это ритуальные имелись в виду омовение, допустим, были такие полные омовения, миква, так у них называется, это такой небольшой как бы бассейн, где вода, тем самым вроде как бы ты ритуально очистился. Ну, что это значит? Допустим, шел ты там вот по рынку или еще где-то с кем-то общался, а вдруг ты там соприкоснулся с язычником проходящим мимо тебя, или там еще чего-то, или прикоснулся не к тому, к чему надо. Вдруг ты осквернился. Ты не знаешь этого, но мало ли, вдруг ты осквернился. И вот для того, чтобы не было такого чувства себя оскверненным, были ритуальные омовения. Чисто вот раз там туда погрузили, значит, стекло по локтям, ну, вот, значит, ты уже вроде как бы настроился на трапезу, как на тоже на что-то священное. И, да, а Спаситель, Спаситель, он учеников уже отучал от вот такой вот строгой, значит, иудейской вот этой обрядовой ограниченности. Почему? Потому что тогда вся жизнь, она как бы в страхах. Вот ты не к тому прикоснулся, да, там, вот ты не то там съел, да, а вдруг там тебя там кто-то там осквернил прикосновением, да, и вся жизнь идет в таких вот тревогах, и Спаситель, он пытается как бы освободить учеников своих потихоньку от этого. И вот, значит, соответственно, они это увидели, что делают ученики, и обвиняют Спасителя. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? И вот Спаситель показывает, вы придираетесь в мелочах, но оставляйте существенное. И в этом было фарисейству, что они щепетильны в мелочном, в чем-то, а главное оставляли без внимания. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящая отца или мать, смертью да умрет. Да, были даже такие вот строгие заповеди в Ветхом Завете, потому что иногда люди тоже доходили до, ну, совершенно зверского отношения к родителям. Ну, мы знаем, что есть даже народы такие бывали, где в случае там какого-то голодного времени, да, то родители где-то там оставляли, и все. Или вывозили куда-нибудь в лес, бросали на смерть верную, на съедение зверям. И, соответственно, вот чтобы не было такого в народе, посвященном Богу, да, были строгие заповеди, которые карались строгим наказанием. То есть, суть-то какая, что Господь требует почитания к родителям тем, от кого ты произошел. А вы говорите, повторяет он, продолжает он речь, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. О чем это речь? Ну, понятно, что пенсии никаких не было, и родители престарелых могли поддерживать только дети, да, ну или какие-то вот родственники, если дети вдруг не хотели. А тут, значит, фарисеи, они изыскивали такие пути, говорили, что вот, значит, ты можешь не отдавать вот эти деньги, эти средства родителям, а, допустим, посвятить их в храм. И оправдывать себя, ну, потому что считалось так у иудеев, что все обязательно должны посвящать что-то на храм. То есть все вот, и тогда вроде ты снизкиваешь благословение Божие. А если ты, так сказать, и на храм, и родителям, то получается в два раза больше. Поэтому ты просто вот то, что ты, значит, родителям уделял, ты это посвяти на храм и скажи родителям, а я это уже посвятил, и тогда уже вроде как бы можно не помогать. Но люди через это на самом деле теряли благословение Божие, и Спаситель говорит, что вот вы как поступаете, и вы так уже отменяете заповедь Божию. Да, лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Фарисеи много предписали вот таких, ну, даже как бы толмудические учителя, значит, да, и в плане омовения рук, и какой водой там омываться, да, и как там, вот, шесть родов там воды рассматривалось, вот. И, значит, соответственно, тоже в отношении родителей, что если вот ты произнес как некое посвящение Богу, то все уже можешь из этого не помогать, да. И вроде бы все о чистоте, о Боге, да, а на самом деле это только на устах, а сердце отстоит далеко от Бога. Ибо это все учения и заповеди человеческие. И призвав народ, сказал им, и Господь вот тут показывает, что, повторим, что фарисеи, они, им главная какая-то вот мелочность, да, вот эти, и они придираются к мелочам. А для Спасителя на первом месте вот самая суть, самое главное, то, что в сердце должно быть внутри, а не то, что ты там прикоснулся или не прикоснулся, съел, не съел, это уже вторично. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. И, конечно, это было, может быть, не очень понятно, но и сейчас такое бывает, да, что человек вот боится там, вдруг он съест какую-то заговоренную еду, и вот, может быть, поэтому заболел, да, вот, или там еще чего-то, кто-то сглазил, наверное. И Спаситель говорит, не то оскверняет, что ты там, что вошло в твои уста, а наоборот, что ты произносишь какие слова, добрые или злые. Добрые, они оборачиваются для тебя благословением, а злые твои слова, они тебя оскверняют. Вот это вот, что исходит из уст. Вот это важно. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, слышав слово сие, соблазнились. Соблазнили, значит, что, ну, не приняли, не то, что не приняли, а как-то вот впали в такое, значит, огорчительно недовольное состояние, что вот он такое говорит, что, значит, то, что исходит из уст, оскверняет, а то, что входит в уста, не оскверняет человека. То есть фарисеи не принимают его слова. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Вот фарисейство, оно не было насаждено Отцом Небесным. И все такие вот мелочные предписания, вот это вот обрядоверие, да, когда для человека какого-то обряд выше милосердия, обряд выше другого живого человека. Это все не насаждено Отцом Небесным. «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Ну, к сожалению, действительно бывают такие люди, которым бесполезно что-то говорить. Они не только слепые, но и глухие, не хотят слышать, то есть и уши их закрыты. И они не видят. Ну, поэтому из, в принципе, современных иудеев их очень трудно как-то вот вразуметь, потому что они так вот фундаментально стоят вот в этом фарисейски-законическом умонастроении. Им так удобнее, им так комфортно. И все, значит, уже не сдвинешь. Но это путь в никуда. Потому что никакой обряд сам по себе, он не даст тебе Царство Небесное. А важно то, что вот в сердце какое отношение к Богу и ближним. И, собственно, сами обряды, по большому счету, должны быть формами, через которые выражается живая вера. А если нет веры, а только исполнение обряда, то все рушится. И так вот это слепые вожди слепых. Отсюда, кстати, вот эти вот расколы идут, да, сектанство. И были, конечно, и вот эти старобрядческие, все вот нестроения и прочее. То есть в определенном смысле, конечно же, из-за слепоты. Ну, это вот такое, к сожалению, состояние падшего человечества. Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчусью». Что за притчу? То, что Спаситель сказал, что не то, что входит в уста, скверняет, а то, что выходит. И для них это оказывается притча. Притча, то есть что-то такое аллегорическое, иносказательное, не очень понятное. Настолько люди к этому были не готовы. А Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон». Ну, понятно, что пища, она остается всего лишь принадлежностью материального мира, да, то есть это то, что входит в организм, переваривается, питание организма идет, что не нужно, то, значит, выходит. Это все как бы естественные такие физиологические процессы, и поэтому не то оскверняет, что вдруг ты там съел свинину, или ты из-за этого будешь далек от Бога. Нет, или там еще чего-то не то, или там яблоко какое-нибудь, ну, не знаю, там в раю яблоко съели, да, как бы утратили. Понятно, что дело вообще не в яблоке, там и не в свинине, и вообще не в какой-то там пище. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Вот оно. А сердце, поэтому так и называется, сердце, то есть некая сердцевина, то, что вот в центре человеческой жизни, в сердцевине его внутреннего духа, каков ты внутри самого себя. Вот это имеется в виду под сердцем. И что ты вынашиваешь внутри, то есть какие мысли, какие замыслы, как ты смотришь на мир, как что-то оцениваешь, ты вот с гордыни своей относишься ко всему, да, или все-таки ты знаешь, что вот есть Бог, который в центре всего, и благоговеешь перед Богом и перед ближними. Поэтому то, что из сердца важно, и вот оскверняет то, что там грех копится. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». И для нас сейчас это какая-то понятная истина, что человек не может отдалиться от Бога, если он не соблел там вот этот обряд омовения рук. И мы знаем, бывают и полевые условия, где в том числе и мера гигиена, очень трудно все соблюсти. А если человек голодный, какой ему тут обряд омовения рук? Надо утолить голод. И это ничего его от Бога не отдаляет. А что отдаляет? Спаситель это перечисляет, причем начинает спаситель. Вот интересно в этом списке. Прежде всего, со злых помыслов. Все с этого начинается. Вот что началось в сердце, то и через слово твое проявляется, и потом в деле выплескивается. Поэтому если добрый помысл – это как доброе зернышко, которое будет произрастать и принесет плод добрый. А злое семя – это как вот какая-то колючка, вот эта терния, какие-нибудь сорняков, которые потом вырастут такие колючие и будут уязвлять всех, кто рядом находится. И спаситель – все это зло с чего? Как он обозначает? Что начинается все со злых помыслов. Злые помыслы. Вот что на прежде всего обрати внимание. Чтобы не было злых помыслов. Потому что тогда получается, что ты как бы копишь в себе зло, ты это ноешь в себе. А если ты это в себе ноешь, значит, кто ты сам такой? Ты и есть злой, да? А кто тогда с тобой заодно? Духи злобы поднебесной. Понимаете? И ангелы Божии, ангелы светлые, ангелы добрые, они будут в стороне стоять. Поэтому прежде всего ополчаться против… Христианину надо против злых помыслов, чтобы в сердце и уме была молитва, как Господь и Господь будет очищать душу от злых помыслов. И тогда какое там убийство или прелюбодеяние, или прелюбодеяние, если уже на уровне помыслов это будет отсекаться. Вот Спаситель про это и говорит. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Это было не так далеко от генесаретских мест, да, ну, сколько-то там пути, да, времени. И вот женщина Хананеенко, ну, сразу скажем, вот она называется женщина Хананеенко в другом тексте Евангелия у Марка, по-моему, она называется Сира-Финикиенко. Буквально это действительно финикийские места, Сира-Финикиенко, но как язычница она в каком-то смысле преемница вот этого древнего народа хананеев, которые были изгнаны от лица Божия. И вот, значит, женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Вообще, надо сказать, удивительная женщина, потому что она язычница, да, она вообще как бы, ну, не из народа иудейского, да, но места эти близки. Спаситель, вот, покинув Галилею, да, перешел туда, и, соответственно, они тоже что-то слышали, и они воспринимали от иудеев в том числе некие представления о грядущем Мессии. И тут она вдруг говорит, что вот ты, Господи, ты сын Давидов, то есть ты и есть Мессия. И что интересно, что насколько она переживает о дочери. У нее дочь беснуется, да, и она говорит, помилуй меня, то есть для нее страдания ее дочери, как ее собственные страдания. Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко беснуется. Ну, надо сказать, что, конечно, это вот самый, наверное, величайший вид таких вот мучений, скорби, которые люди претерпевали, когда человек одержим нечистым духом и мучается от этого. И, собственно, весь мир без Христа, он подвержен этому. Ну, в разных формах. Не в формах вот этого, непременно внешней такой телесной одержимости. Но если человек не приобщится к благодати Божией, он в каком-то смысле будет подвержен действию демонических сил. И вот она, как язычница, она это выражает и говорит, что вот дочь моя... Ну, а дочь, она была и в очень такой, явной такой форме беснования. Но при этом, что мы видим? Странное дело. Но он не отвечал ей ни слова. И она, значит, кричит, вот причитает. И ученики его, приступив, просили ее, отпусти ее, потому что кричит за нами. То есть ученикам уже надоело. Ну, понимаете, что вот она кричит, помоги, помоги, помоги. А он не отвечает. И ученикам уже, апостолам, не хочется это слышать, но уже отпустит ее. Причем под этими словами отпусти, не совсем понятно. Может быть, они говорили, что ну вообще скажи, и пусть она идет своей дорогой, и уже отстанет от нас. То есть отпусти ее там с Богом, пусть она к нам уже не пристает. Ну, а может быть, даже тут трудно сказать, что отпусти ее, ну уже как бы в конце концов просто там вот дай ей, чего она хочет, и пусть идет. «Он же сказал в ответ, я послан только…» Понимаете, он говорит в том числе, она слышит его слова. Да. То есть вот она кричит, он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И насколько для нее… То есть ты как бы вот в стороне. Ты постой, ты вообще вот за стеной, ты кто-то здесь вообще такая. Ну, понятно, что Спаситель, когда учеников посылал, то он говорил, что идите прежде вот к погибшим овцам дома Израилева. Но сам-то он прекрасно понимал, что он пришел для всех. И все чада Адама, да, все, значит, в такой беде, в грехопадении, все нуждаются в милости Божией. Он пришел для всех, чтобы за всех пострадать. Но здесь был определенный промысел. И здесь вот, как он с ней разговаривает, в этом тоже определенный урок. Значит, «Я вот послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему. Представляете, она не обиделась, не ушла, а кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». То есть, как-то она, значит, здесь интересная такая даже психологически можно рассмотреть эту картину. Вначале она кричит в эмоциях, «Вот ты мне только помоги, вот мне эта дочь моя». Ее эмоции захлестывают. А он ей вдруг, значит, как бы останавливает ее, охлаждает ее такой эмоциональный пыл, говорит, «Я вообще вот для дома Израилева». Тут она немножко успокаивается, говорит, «Господи, помоги мне». Кланясь ему уже с таким спокойным чувством, но глубоко смиренным. И ведь на самом деле Спасителю он и воспитывал в своей речи в ней терпение и смирение. И это урок и для всех, и для учеников, и для нас. Он же сказал в ответ. То есть, она вот уже смиренно говорит, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, представляете, как бы это сейчас, да, что человек со стороны пришел, допустим, некрещенный, вот он там заходит в храм к священнику, услышал про какого-нибудь благочестивого пастыря, про старца какого-нибудь, духоносного. Тот им говорит, «Да я, ты подожди, я вообще для верных своих только чат благочестивых». Он потом говорит, что «Помоги мне все же, а что я буду с собаками тут разговаривать?» Ну, представляете, как это будет, насколько грубо, да. Иногда вот человек тоже, действительно, Господь попускает, что человек приходит в храм, и вдруг от кого-то встречает какую-то грубость. Если обиделся, ты уже поддался искушению врага. А может быть, в этом есть какой-то урок духовный, и Господь тебя воспитывает через это, чтобы научить смирению, терпению, и тогда все двери откроются. И вот женщина, она как раз этот урок усваивает. Да, но тут мы добавим, кстати, когда Спаситель говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, на самом деле это не звучало так грубо, потому что, вот как мы читаем в греческом, там кенорион, собака, пёс – это кион, или кион, а кенорион – это уменьшительно ласкательный, то есть собачкам, щенкам, то есть маленьким таким собачкам, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собачкам. И в этом смысле уже речь, она обретает немножко другое значение, то есть тут немножко как бы с тёплым юмором у Господа, оказывается, эта речь. У язычников, кстати, в домах, да, это вот была такая практика, что бывало там действительно заводили маленьких собачек, и дети играли с этими собачками, которые там тявкали, развлекали детей. Но разница всё-таки остаётся между ребёнком и собачкой. Это иудеи боялись держать дома собак, да, тоже думали, как бы там не скверниться, вот эта вот обрядовая у них такая зашоренность была. Ну ладно, не будем никого осуждать. Ну значит, вот он говорит, что собачкам это вот нехорошо вообще, взяв хлеб у детей, бросать. А дальше вообще уникально. Она сказала, так, Господи, что-то невероятное в её словах. Она признаёт, да, вот я, как эти собачки, мелкие, незначительные, так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Но это уже верх смирения её. Да, я вот ни на что не претендую, но хотя бы какие-то крошки падут со стола, да, и вот эти вот собачки, они подбирают под столом эти крошки, вот хотя бы вот мне вот так же. И тут мы видим, что Господь, оказывается, Он всё вот это вот не случайно. Вот эти вот три этапа сначала вообще не слушал, да, потом, значит, говорил, что вот, мол, я-то только для дома Израилева, и потом вообще, значит, третий этап, что вообще нехорошо собакам, да. И она по трём этим ступенькам восходит к такому смирению, которого не имели апостолы и вообще никто рядом из находившихся. Да, вот я такая. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь её в тот час. То есть исцеление сразу же, то есть Он исцеляет свои божественные силы, как только видит, что она явила такую глубину смирения. И оказывается, вот вера, да, сказано, велика вера твоя, подлинная вера, она неразрывна от смирения, от терпения, от прочих христианских добродетелей. То есть вера – это не рассудочное умонастроение, что вот там чего-то есть, а вера – это ещё и жизнь по вере. И в этом смысле действительно вера той женщины была очень и очень велика, потому что она усвоила главный урок, урок смирения и терпения. И вот нам ответ, почему Господь иногда тоже не отвечает на наши молитвы, когда у нас, ну, просто вот явная беда, у неё, видите, дождь бесновалась, чего тут, а Господь не отвечает. И у нас тоже бывает такая беда, вот такая беда, вот тут горе, кажется, всё валится. Мы молимся, а Господь не отвечает. А почему? А может быть, он тоже воспитывает, вот как по ступенечкам вот эту женщину возводил к смирению, так и нас хочет научить терпению и смирению. И в этом как раз и укрепится наша подлинная вера, как взаимосвязь, наша взаимосвязь с Господом. Исцелилась дочь её в тот час. То есть, милосердие-то его, оно бескрайнее, Господи. Конечно же, он прекрасно понимал, что он исцелит. Но вот нужно было духовно взрастить эту женщину. И для нашего научения эта история включена в Евангелие. «Перейдя оттуда, пришёл Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». Да, вот люди, конечно, прежде всего от Бога ищут исцеления, телесного исцеления. Не так вот они ищут укрепления в добродетелях, не так думают о исцелении своей души, о тех же самых злых помыслах, о вручевании греховных ран, а прежде всего вот то, что как бы вот снаружи беспокоит, чтобы было покомфортнее жить. Но спасители в этом снисходят к человеческой немощи. И поэтому, когда у нас тоже болеют родные, да, или сами мы страдаем от каких-то недугов, то мы можем все-таки молиться и просить Господа, и в этом ничего греховного нет, если мы просим об исцелении. Господь исцелял. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Вот смотрите, получается целых три дня они рядом с Господом, и целых три дня они слушали его учения о тайнах Царства Божия, благовестия Христовы слушали и забыли о пропитании. Вот настолько люди тянулись ко Христу, когда почувствовали это тепло его божественной любви, его сердце, которое откликалось на боль всякого человека, то хотелось всегда вот рядом с ним находиться. Ну такое бывает, если мы действительно соприкоснулись со святым человеком, помню вот как отец Кирилл Павлов влавливает, когда мы приходили к нему, то такая любовь, такая доброта, и что-то действительно не отмирное, не просто вот доброта земная, много людей добрых, так скажем, но есть вот именно что-то от божественной благодати, чистое сердце, которое стяжало святого духа, да, и эта доброта, и эта любовь, она уже неземная, небесная, и рядом с отцом Кириллом, как будто ты в раю находишься. Самое простое его слово хотелось исполнять, и то, ну это вот с каждым таким святым человеком, а уж тут сам Господь Иисус Христос, поэтому три дня люди вот уже, значит, рядом с Господом, забыли про пропитание, но спаситель про это не забыл, говорит, что вот уже три дня, нечего им есть, но если мы их отпустим, то они изнемогут в дороге. Вот интересно тоже, что спаситель даже думает о таких вот мелочах, что да, они в принципе могут пойти и дойдут до селения, где приобретут себе еды, но пока они будут идти, они в такую вот немощь придут, что просто полностью изнемогут, понимаете, вот когда человек на духовном подъеме, вот он услышал какое-то слово, и потом вдруг идет после этого какой-то изнурительный путь, истощение, то как-то вот начинает рассеиваться то, что он услышал, и больше все переключается на простые вот такие животные позывы, что вот хочется поесть, 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 и духовное слово уже, которое он слышал от Христа, ну или от каких-то святых людей, все это уже оскудевает в нем, поэтому спаситель не хотел их отпустить так. И говорят ему ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа. И странно, что ведь не так давно спаситель один раз уже явил подобное чудо, пять тысяч накормил пятью хлебами, ну даже не пять тысяч, там только вот лист мужского было пять тысяч, а еще женщины, дети. Но ученики как будто не помнят. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Они же сказали, семь, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. То есть спаситель их не попрекает, а говорит, ну пусть вот сядут. Для чего так? Для того, чтобы не было лишней суеты и ненужного воображения, когда если вот люди сами пойдут за хлебом, то они будут толпиться, друг другу мешать. Поэтому он говорит, пусть они возлягут на землю. И взяв всем хлебов и рыбы, воздал благодарение, молитвенное обращение к Богу, Отцу, благодарение Господа за все. Вначале все должно начинаться с молитвы. Преломил и дал ученикам своим, а ученики народу, это ведь были лепешки на самом деле, такая вот традиционная еда для того времени, ну и сейчас в тех же местах те же самые лепешки пекут. Так вот, вот он преломляет, дает, значит, преломляет, дает, а они не уменьшаются. Все вот как преломляет, и тут же вот как новые. Да, дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. Ну вот это вот было такое второе чудо, чудесного насыщения множества людей, поэтому оно включено. Конечно, есть вот такие аллегорические толкования, святые отцы объясняли, что вот эти вот семь хлебов, это вот как символ семи таинств церкви, которые дадут как бы полноту духовного пропитания людям. Но для нас прежде всего важно, что именно вот Господь второй раз не оставил людей в скудости. Это значит, что для Бога все возможно. Если ты будешь где-то вот в подобной нужде, ты вот просто от всего сердца сначала обратись к Богу, и Господь пошлет тебе, пошлет через знакомых, через незнакомых пошлет, пошлет там, где кажется, что и собрать еду невозможно. И таких случаев было множество, но глава наша, к сожалению, заканчивается, мы читаем, и отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Вот так завершается пятнадцатая глава. Надеюсь, что с Божьей помощью мы продолжим, потому что слово Христово это тоже пища, пища духовная, которая насыщает наши сердца. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok